Мы напомним, что жители и гости столицы могут сегодня насладиться зрелищным масс-рестлингом. Это вид единоборств родом из Якутии. На всемирных играх кочевников в своем мастерстве в этом виде спорта соревнуются порядка 200 человек. В сборную Казахстана представляют 8 спортсменов, 5 мужчин и 3 женщин. Об их результатах на сегодня, а также о том, в чем вообще особенность данного вида единоборств, поговорим с президентом Федерации масс-рестлинга Казахстана Талапом Иматалиевым. Он у нас сегодня в студии, Талап Саипулыч. Доброе утро. Доброе утро. В такой ажиотаж. Я представляю, какой у вас плотный график. Несмотря на это, вы нашли время, пришли к нам сегодня на эфир. Сразу приступим к главной теме, об успехах нашей сборной. Какие успехи после соревнования этого дня уже? Как вы уже сказали, вчера прошел первый день и у нас две бронзы. Замечательно. Мы рады. Конечно же, молим за наших спортсменов. Что ожидает сборная впереди? Сегодня второй день. У нас будут четыре категории. И мы надеемся завоевать еще медали. Но какого достоинства, узнаем чуть позже. Как вы можете? Были примеры выступлений на мировой арене вообще по масс-рестлингу? Да, мы участники шести чемпионатов мира, чемпионатов Азии. И также с первых дней, чтобы вы знали, с первых дней, с первых игр кочевников мы являемся участниками. Прекрасно. Потому что мой коллега, как раз таки, продолжу его мысль, хотел отметить то, что это же известный вид спорта в Якутии. Не совсем популярен у нас в стране. Несмотря на это, у нас уже есть огромные заслуги. Охват какой? Насколько популярен он у нас сейчас? Сейчас в Казахстане масс-рестлинг Таях-Тарту развивается в 14 регионах страны. 1500 девушек и ребят занимаются этим видом спорта. И он завоевывает популярность, потому что своей динамичностью, зрелищностью она притягивает всех. А насколько это травмоопасно? Я так понимаю, это примерно как Архан-Тартес, просто здесь положение сидя, перетягивают палку, палка. Да, если в Архан-Тарту там командная, здесь чисто личная, один на один, как говорится, соперникам. Поэтому травмоопасность минимизирована, но травмы есть иногда. Ну, элементарно даже занозы, или это все предусмотрено? Нет, там предусмотрено все. Все нормально в этом плане? Да, да, абсолютно. Но травмы бывают, но незначительные, такие, как в других видах спорта. Если сильно перетянул, то палкой по лицу, как говорится. Может быть, все. А насколько в плане зрелищности он долгоиграющий? Я имею в виду, там, может быть, минуты всего лишь для лица? Иногда бывают даже секунды, иногда до минуты. Поэтому тем она и зрелищнее, что схватки происходят в таком режиме, что ты даже не будешь знать, когда это закончится или когда это начнется вообще. Тогда вопрос к месту. Участвуют и мужчины, и женщины? Да, мужчины и женщины. Где зрелищнее? Зрелищнее в обоих. Кому как? То есть и женщины не отдают? Да, да. Мужчины предпочтение женщин смотреть, а женщины предпочтение мужчин. А вообще в целом, какими навыками должен обладать спортсмен? Может быть, это какие-то определенные данные, навыки для женщин отдельно, для групп мужчин? Нет, определенностей таких нету, потому что физиология, она одинаковая, что у мужчин и женщин. Но здесь уже психология играет роль, физическая подготовленность, биологические, другие характеристики, биомеханика, биохимия. В общем, если в комплексном говорить, то оно играет большую роль в общем, в целом. Спортсмен должен быть готов ко всему. А что здесь важнее всего? Понятное дело, наверное, цепкие, сильные руки? Да, здесь абсолютно все. Все мышцы работают, ноги работают, когда ты упор делаешь на доску. Кистевые, да, скажем. Как армрестер. Да, 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 держать палку. Если до минуты доходит борьба, это надо держать ее, удержать. Сила хвата. Сила хвата, да, кистевых мышц. Вот. Также широчайшие мышцы спины, это основная нагрузка, лапага дает на спину, на поясницу, там тоже. Но там есть специальные упражнения, с которыми мы отрабатываем со спортсменами. Тонус мышц именно в верхней части. Прокачиваем мышцы эти. Вы как раз озвучили основные отличия от перетягивания каната, того же самого вида спорта, на который он похож, собственно. Ранее вы поделились, что этот вид спорта уже популярен в 14 областях Казахстана. Для нас это прям новость, я думаю, для телезрителей тоже. Давайте еще раз поделимся информацией, как туда можно прийти, принять участие, может быть, вступить в ряды этих спортсменов. У нас есть Республиканская Федерация, Масресенька, Таях, Тарту. Мы во всех соцсетях есть, так что они нас всегда найдут. Но после этих игр, я думаю, популярность, она заваливает. Просто сейчас взрывается интернет. Безусловно. Да, интернет взрывается, все пишут, почему мы не знали. Это очень зрелищно, очень популярно. Притом уж мы охватили, если сейчас приехало 92 страны в общем, на Игорь Каченик, 32 мы представляем, только Масресенька, чтобы вы имели в виду. Надо же. Это такая популярность в Америке. И главный судья от Хоган, это знаменитый силач из Америки, он приехал, мы его назначили главным тренером. Талапурза, а сами пробовали участвовать? Я начинал, но как бы... Не хватило тонута мышц? Нет, нет, хватило всего, просто нужно руководить ее, популяризировать. Мы занимаемся этим, да. Этим тоже. Но будущее есть этим. Да, обязательно, обязательно. Благодарим за информацию, действительно популярность возрастет после всемирных игр кочевников. Вам удачи, терпения и победы нашим спортсменам. Спасибо. Напомним, сегодня этим утром с нами в студии был президент Федерации Мастер Рейслинга Казахстана, о котором мы теперь уже знаем. Да, знаю. Талап и Маталиев. Вас благодарим и отпускаем. Спасибо.